Осторожно, зимние праздники. При новогодней суете не забывайте о безопасности домашних животных. Все, что кажется веселым и интересным для человека, может травмировать вашего питомца. Многие собаки боятся хлопков и резких звуков, поэтому прогулка в зимние праздники может стать для них настоящим стрессом. Хозяевам в этот период рекомендуют выгуливать питомцев только на поводке. Поэтому собака только на поводке. А в момент испуга, если она у вас испугалась, побежала, она не слышит ни команды, голос хозяина не слышит совсем. То есть она бежит, бежит через дорогу, бежит куда угодно, лишь бы куда-то убежать. А когда она убежала и когда она уже начинает отходить от этого стресса, она не понимает вообще, где она. И вот в этот момент теряются собаки. На ошейнике любимцу запишите адрес или номер телефона. Так с вами быстро смогут связаться те, кто найдут вашего потеряшку. Советует Светлана Романова. Если у вас дома есть четвероногий друг, подойдите ответственно и к выбору новогодних украшений. В идеале наряжать елку без животного, если первый раз собаку убрать с комнаты, кошку тоже, то есть выпустить только когда уже елка стоит. Дальше на елку вывешиваете, естественно, не стеклянные игрушки, а из какого-то материала не бьющегося. Если у вас упадет елка, чтобы, по крайней мере, ничего не разбилось. И что еще тоже самое страшное для собак и кошек – это дождик. Блестящий дождик, как магнит, притягивает кошек и собак. Они играют с ним и часто глотают. Это может привести к повреждениям желудочно-кишечного тракта. Поэтому откажитесь от дождика или украшайте им недоступные для животных места. Третий опасный фактор новогоднего торжества – праздничный стол. Собака – это не помойка. То есть, если вы что-то не съели, что-то у вас осталось на тарелке, или доедайте, или выкидывайте. Не надо пихать собаке. Потому что это все идет на желудочно-кишечный тракт, и вы не представляете, сколько звонков идет ветврачам. А опять же, вы подумайте, что ветврачи у нас работают не все праздники. Они тоже люди, они тоже хотят отдохнуть. Только от вас зависит, как проведет эти новогодние праздники ваш питомец. Будьте внимательны к своим любимцам. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.